Трещины на шинах Менять покрышку сразу или можно еще на ней поездить Естественно специалисты рекомендуют не рисковать и вовремя заменить резину на которой появились трещины Но возможно вы заметили их не сразу, а в ходе эксплуатации шины и естественно заменить сразу вам не получилось Такое часто бывает Теперь рассмотрим с вами причины растрескивания, от чего они вообще появляются Совсем мелкие или глубокие трещины на протекторе шины возникают из-за нескольких причин Появление на поверхности резины растрескивания, внешне напоминающие паутину, которая имеет глубину не более 2 мм Это верный признак неправильного хранения покрышек Скорее всего шина длительное время подвергалась воздействию ультрафиолетовых лучей Или лежало в помещении, где были перепады температуры Ну ультрафиолетовых это понятно, собственно, значит резина у вас хранилась на открытом солнце Этого естественно нельзя допускать На солнце нельзя хранить резину Резину лучше хранить в помещении там С температурой где-то около 20 градусов летнее время Ну прохладные, без контакта с прямыми солнечными лучами Я, допустим, сам храню там в сарае, в частном доме У родителей есть сарай, туда закидываю свои покрышки И летние, и зимние, и там они прекрасно зимуют или летом находятся Мелкие трещины на шине в канавках возникают как результат воздействия на колесо химических реагентов Входящих в состав асфальтной смеси, песчано-солевых составов, которыми посыпают дорогу в гололед Трещины, глубина которых превышает 3 мм Вызванные износом покрышек при длительной эксплуатации Применяемые в производстве колес смола и масла постепенно испаряются Резина теряет эластичность Еще одна причина, вызывающая трещины на рисунке протектора шин Неаккуратное бортирование колес Повредить корт может неопытный мастер Занимающиеся этой процедурой или некачественное оборудование Используемое на некоторых сервисных станциях Мелкие трещины на поверхности покрышки Косметический дефект, не представляющий опасности Но шины, на которых появились глубокие Продольные или поперечные трещины Могут подвести в любой момент Чтобы не ставить под угрозу жизнь водителей и пассажиров Их рекомендуют заменить Ну и так, мы с вами поняли По причинам растрескания Это может быть неправильное хранение Либо это может быть воздействие химических реагентов Которые содержатся в составе асфальтовой смеси И в песчано-солевых составах Которыми посыпают дороги Собственно, еще Может растрескаться Из-за неправильного монтажа колес Там шиномонтажник Образом не промазал Например, резину стал натягивать Она, собственно, расширилась Разорвалась и тому подобное Вот это Мы поговорили с вами по поводу Появления трещин Ну и теперь Если они уже появились Что с этим делать Ответ на этот вопрос О том, можно ли ездить с трещинами на шинах Зависит от степени повреждения покрышки При наличии мелких канавок Допускается эксплуатация С соблюдением некоторых условий Максимальная скорость движения Не превышающая 80 км в час Отсутствие пробуксовок Резких торможений И спокойная езда в городской черте Соответственно, если вы уже заметили Что ваши шины потрескались Глубокими трещинами Лучше не гоняйте Ездите аккуратно Без резких стартов и торможений При глубоких трещинах на колесе Замену покрышки необходимо произвести Как можно скорее Подобное повреждение Связано с отделением металлического корда От резинного покрытия Во время движения транспортного средства Внутри поврежденной покрышки Неизбежно попадает грязь Влага, реагенты Которыми обработаны дороги Это приводит к порче диска А шина может лопнуть во время движения И возможен ли ремонт таких покрышек Если встал вопрос Как заделать трещины на резине Стоит обратиться к специалистам При условии, что повреждение Совсем мелкое В мастерской его заплавит Используя специальный станок Однако, гарантировать долгую службу колеса После ремонта никто не может При наличии на колесе только паутинки Из мелких трещинок Специалисты рекомендуют обработку покрышки Специальным силиконовым составом Который замедляет старение резины При наличии глубоких продольных Или поперечных повреждений Речь о том, как убрать трещины на шине не идет В этом случае использовать испорченную резину Категорически запрещено Понадобится замена комплекта на новый Соответственно, что мы можем из этого почерпнуть? Если мелкая паутинка Силиконовый состав может помочь Если небольшие трещины То могут заварить на шиномонтаже Если у них есть специальный станок для этого Естественно Ну а при глубоких трещинах Никто вам ничем не поможет Это менять надо полностью комплект резины Ну или там одну-две покрышки Смотря на скольких образовались такие трещины Теперь поговорим с вами по поводу шин Которые отличились в этом плане Это Нокиан, конечно же Наш с вами любимый Так как сейчас лето Мы сначала поговорим с вами по поводу Нордмана SX Есть отзыв человека Который подкреплен фотографиями По поводу того Какое качество у Нордмана SX Произведено в России Я сейчас зачитаю вам его Собственно отзыв И покажу фотографии Которые он к нему приложил Итак, поехали Хочу поделиться отзывом по шинам Нокиан Производятся они с 2005 года В городе Всеволожске Ленинградская область Там стоит крупнейший в Европе завод По производству шин Финской компании Нокиан Тайрс Но с момента появления Российских шин Нокиан на прилавках Многие задавались вопросом Какая лучше финская или российская Производитель Продавцы и независимые эксперты Убеждают нас, что разницы нет И финская, и всеволожская Нокиан Высокого качества Поначалу многие охотились За финской хакапеллиты Но через пару лет ее не стало И сравнивать с самим Качество уже не получается Сомнения в качестве отечественной Нокиан Питает старый стереотип Восприятия импортного товара Как лучшего по качеству Более престижного Официальные источники говорят Что такие показатели Как вид шипа Рисунок протектора Конструкция шин Качество резиновой смеси И так далее Будут абсолютно идентичными У каждой финской и российской модели Также совпадают технологии производства Севоложский завод Полностью автоматизирован Установлен новейшее оборудование Производственной мощностью 6 миллионов шин в год Это является гарантией качества шин С технической стороны Я откатал много финских акапеллит Служили они верой и правдой Обычно гонял их и по 5 и по 7 лет За этот срок резина становилась жестче Могли начинать появляться небольшие паутинки Трещинки Но подсыхание резины За 7 лет Это нормально А вот теперь хочу показать Нокиан Made in Russia Герой дня Nordman SX В размере 185-60-14 Откатал я на них 2 сезона Итак, вы можете видеть Собственно, как выглядит Nordman SX за 2 сезона Дальше автор пишет Итак, все колеса Все основания протектора в труху Каждому решать самому Какой вывод делать И какие шины выбирать А я теперь крепко задумываюсь Пробег 10 тысяч Стерлись до шестерки Купил 2 года назад С конвейера Сошла 2,5 года назад Храню в тепле В конце сезона сам мою Сушу Резина с покупки на своем диске Написал в Нокиан Буду ждать ответа По результатам отпишусь Ну, как вы понимаете Этому автору Не ответила компания Нокиан Ну, во всяком случае Я не нашел их ответа Это вот по поводу Nordman SX Далее Я покажу вам Несколько вставочек С зимними шинами Нокиан Это будет Хакапелита 8 Хакапелита 9 Они также Растрескиваются Непонятно почему Будет несколько фотографий И в конце будет Экспертное мнение От Всеми любимого Шинного бренда Нокиан Это Экспертное мнение Представителя Нокиан Он нам скажет Как надо правильно Хранить шины Ну, на этом Мое видео Подходит к концу Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если понравилось видео Напишите об этом В комментариях Всем удачи Ни гвозди Ни жезла Покупайте только Качественные шины Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал Первое На шины не должен Попадать прямой Солнечный свет И осадки Второе Шины не должны Иметь контакт С отопительными приборами Третье Шины не должны Храниться в одном Помещении С какими-либо Агрессивными Химическими Веществами Такими как Растворитель Бензин Или другие Вещества И конечно Эти вещества Не должны Попадать на поверхность Хранящихся шин Четвертое Шины не должны Находиться Вблизи Источников Озона Например Хранится в помещении Где проводятся Сварочные работы Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует